здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и ведущий эдуард брумер и гизани был у нас такая получилась немножко длинная заставка но сейчас все нормально поэтому мы очень рада вас слышать в нашем эфире а сегодня у нас выступает российский политик дмитрий гудков дмитрий добрый вечер приветствую я правильно сказал российский политик да конечно а дмитрий огромное спасибо вам а за то что вы согласились выступить в нашем эфире для наших радиослушателей и всех кто нас смотрит на нашем youtube канале а нам очень важно ваше мнение по очень многим вопросам процессом которые происходят на сегодняшний день в россии они довольно интересны и кстати не только в россии но и в беларуси если вы согласитесь ответить на пару вопросов касающихся этой республики и первый вопрос то что касается беларуси вчера был год со дня тех событий которые произошли выборы президента потом выступления оппозиции вчера выступил лукашенко с большой пресс-конференции довольно ну как бы сказать интересный для психологов как вы считаете почему у беларусов год назад не получилось избрать нового лидера избавиться от лукашенко ну мне кажется избрать нового лидера получилось вот не получилось избавиться от лукашенко здесь что-то получилось что-то не получилось на самом деле для меня лично это лишь подтверждение тому что одного протеста недостаточно для того чтобы поменять авторитарного лидера но даже не авторитарный лидер это диктатор обезумевший вот необходим еще и раскол элит без раскола элит одного протеста как правило недостаточно есть много случаев в мире когда и миллион людей выходил и там сотни тысяч людей выходили на протесты но ничего не менялась власть не менялась и я бы все равно не спешил с выводом что у беларусов не получилось на самом деле достаточно сложно убрать диктатора за которого во первых может заступиться соседний диктатор это путин который может дать денег который может поддержать финансово сложные времена для того чтобы лукашенко была возможность финансировать вот армию силовиков вот но что получилось во первых получилось разбудить общество получилось действительно избрать нового президента а лукашенко в это время потеряла всяческую легитимность и превратился просто в начальник омона поэтому я уверен что ничего не закончилось прошел всего лишь год вот но я понимаю что в этих условиях диктатор лукашенко который ну на самом деле сошел с ума это надо просто понимать потому что он уже с помощью истребителей готов останавливать гражданскую авиацию и для того чтобы задержать блогера несмотря на то что за этим последует и было понятно что последует многомиллиардные санкции вот человек готов пожертвовать экономикой своей страны то есть я его называю истребителем экономики понимаете он на реальный истребитель белорусской экономики так вот он с помощью истребителя остановил самолет для ареста одного блогера этот арест ему обойдется я думаю что в миллиарды долларов после того как европейский союз соединенные штаты америки ведут санкции так что начальник омона я не уверен что продержится очень долго не было путина если бы не было поддержки со стороны россии я уверен что сегодня мы бы уже имели другую страну имя виду беларусь с другим руководством с другой политикой было бы нормально совершенно нормальная европейская страна которым ближайшее время могла бы перейти к демократическому способу управления и все бы там было нормально но к сожалению есть путин с деньгами так что это какой-то на какое-то время все затянется а что сегодня вообще происходит в россии мы мы затронули белоруссию так по касательной а что все таки происходит в россии потому что то что мы видим это вообще-то где-то даже странновато то есть раньше такого не было я использую слова выжили в смысле вас из страны вас гражданина россии и активного политика уехала на днях любовь соболь из страны это называют как бы побегом нету подтверждений но в каком-то смысле остается один илья яшин который как мне кажется пока остается на свободе арестовано очень много активных деятелей оппозиции по моему пивоваров а вообще как это может быть чтобы вот в стране которая себя позиционирует демократической вот происходили перед выборами такие дела ну во первых россии давно уже не позиционирует себя как демократической минимум наверное лет пятнадцать а то и двадцать поэтому я бы с такими выводами не спешил ничего странного к сожалению не происходит происходит скатывание в диктатуру и если вот многие аналитики пишут о том что путин захватит беларусь на самом деле произошло ровно обратно мы увидели как лукашенко лукашенизация россии происходит то есть когда беларусь вот это диктаторская до лукашенко ска захватил россию и россия сейчас двигается по пути беларуси но наверное люфт составляет где-то полгода год то что мы сейчас видим беларуси скорее всего начнется где-то через полгода год в россии то есть уже начинаются репрессии против академической элиты репрессии вовсю идут против политиков политических активистов журналистов блогеров увольняют преподавателей которые разделяют либеральные демократические взгляды из российских вузов сейчас идет самая массовая наверное за последние 30 лет миграция из россии я бы не все-таки не называл вот вынужденный отъезд соболь бегством вот это никакой не бегство люба мужественный политик мужественный я могу по отношению к любви это сказать вот но надо понимать что выборов стране нет митингов уже тоже нет их по сути отменили и криминализировали даже в суды невозможно ходить из-за пандемии поэтому мы живем двадцать первом веке и в целом наши генералы мне кажется готовится к старой войне как и все генералы они считают что если политика выдавили из страны в моем случае это вообще было сделано по беспределу взяли в заложенца мою тетю это родная сестра моей мамы и 61 год она двое суток ни за что вместе со мной просидела в сизо вместе с убийцей она сидела в сизо кстати в одной камере за по делу ой задолженности какой-то арендной задолженности по подвалу которая моя тетя 10 лет назад взяла у города это вы должны просто понимать это 120 метров подвальных площадей которые она отремонтировала взяла в аренду организовала там учебный центр вот якобы там какая-то задолженность вот вообще гражданские правовые отношения там уголовного дела просто не может быть даже по российским законом но тем не менее раскопали это дело после того как померили мой рейтинг в округе он составил по данным администрации президента 25 процентов у единой россии 15 вот они ничего лучшего не придумали потому что меня ничего не невозможно накопать и никогда не был ни в бизнесе никаких администрациях они взяли заложницы тетю вот и по сути дали сигнал если я не уеду из страны то посадят тетю посадят и других моих родственников поэтому я в это в этих условиях принял решение что не могу рисковать своими родными и близкими своими соратниками у которых тоже проходил обыск по моему делу вообще было 15 обысков 200 человек принимали участие в этих обысках по делу а задолженности которая составляет по их данным что-то около 13 тысяч долларов за пятнадцатый год можете себе представить поэтому никакой не бегство это просто вынужденная я это называю перегруппировка вынуждена выезд но это не значит что мы не можем продолжать заниматься политической деятельностью потому что в двадцать первом веке вообще не имеет значения границ есть интернет есть социальные сети и все то чем мы занимались нашей стране мы можем заниматься с любой точки земного шара и расследование это поддержка политических активистов это поддержка адвокатов это поддержка тех людей которые сегодня находятся в тюрьмах в следственных изоляторах в сизу и так далее политических заключенных поэтому этим мы всем продолжим заниматься уже на другом уровне когда нас ничего не ограничивает никакие законы недавно приняты что за любой чих за любую публикацию тебя могут посадить теперь здесь у нас больше возможностей вот я все-таки надеюсь что временный выезд и у меня у любых других людей которые вынуждены были какое-то время просто ради безопасности выехать из страны или ради безопасности своих родственников я надеюсь что это ненадолго дмитрий вы у вас есть какие-то мысли по полу того кто стоит за этим давлением на вас на любовь соболь и и на другую оппозицию я думаю что здесь бессмысленно обсуждать фамилии исполнителя вот у нас все идет со стороны президента ответственная как минимум политическая ответственность за это несет путин который дал команду на закручивание гаек на репрессии на то чтобы ну скажем так избавиться от несогласных способных победить на парламентских выборах у нас 8 18 19 сентября выборы в государственную думу и она станет транзитной думы то есть она будет работать двадцать четвертом году когда у нас будет следующий президентский выбор еще неизвестно что будет двадцать четвертом году поэтому они избавляются от всех потенциальных лидеров которые могут возглавить протесты которые могут победить на выборах государственная дума для того чтобы этих людей стране не было я думаю что как раз белорусский опыт брался в качестве такого образца как не нужно себя вести властям то есть не нужно допускать никого до выборов не нужно позволять кому-то кстати такой вывод сделали насколько я знаю в администрации президента что белорусский протест заклевнулся потому что не было лидеров но это вот такой вывод сделали хотя я думаю что таких став таких ситуациях и без лидеров протест может быть достаточно эффективным вот но на всякий случай они решили чтобы в стране не было политиков способных какой-то час x объединить людей повести людей за собой поучаствовать в протесте и добиться каких-то перемен смертной власти вот чего они боятся поэтому ну сейчас уже надо понимать у репрессивной машины просто отказали тормоза это на самом деле закон жанра это происходит во всех диктатурах когда с самого верха есть добро на репрессии когда они поощряются когда за репрессии награждают званиями должностями выделяют бюджет звездочки появляет у тебя на погонах то силовики начинают просто эти звездочки зарабатывать она начинает конкурировать за лояльность за близость к телу за эффективность за доступ к бюджетам так что я считаю что этот процесс уже имеет необратимый характер если например они уже по по сути от ну практически от всех ключевых фигур в оппозиции избавились то дальше это будет атака на журналистов которые уже идет полным ходом потом академической элиты это уже тоже началось а дальше уже будут просто подвергать репрессиям всех кто недостаточно себя проявил недостаточно поддерживает власть или анти путинский улыбается будет выявлять иностранных агентов любые нежелательные организации который даже с политики никак не связан дмитрий а вот очень интересный вопрос если наблюдать за тем вот как вы сейчас говорили что вот эти вот исполнители главные исполнители этой власти в свое время были довольно известными демократами то есть крышенинников до элла панфилова можно вспомнить того же кириенко то есть как же так получилось что эти люди и можно вспомнить других вы найти больше чем мы как это получилось что эти люди стали главными исполнителями воли вот этих как сказать путинского окружения репрессивных действий репрессивных действий да ну я думаю что это вопрос психологу наверное они политику вот вы знаете что даже палачи всегда себя каким-то образом оправдывали на самом деле не они главные говорить там про панфилову скорее все винтики да а вот если например в 2019 году я просто помню наверху была какая-то конкуренция между силовиками условно лубянкой назовем и гражданской администрации кириенко и так далее вот грубо говоря силовики были изначально за такой за жесткие репрессии гражданская администрация была сторонником таких всяких хитрых игр одних пустить других не пустить этих расколоть здесь вместо митинга путинка провести это у нас называются как митинги в поддержку путина то есть они были сторонники сложной игры вот сейчас доминирует во внутренней политике уже давно не администрация президента не кириенко не пампилова на мой взгляд решение все принимаются совете безопасности фсб силовых структурах они доминируют уж они принимают решения вот а эти исполнители они просто уже нет возможности каким-то образом выйти из игры потому что вход если там три копейки то выход выхода просто нет таких условиях поэтому на конформизм это известное явление в нашей стране поэтому конформистов достаточно много вот либо ты выбираешь потому что выбор у нас между а иммиграции внутренние или внешне да или или конформизмом работы на этот режим какой-то момент сначала ты себя оправдываешь идешь на все большие компромиссы а потом ты просто уже не замечаешь насколько ты далек уже далеко зашел в этих компромиссах и стал просто частью этой мафиозной машины так что это любой психолог вам объяснить здесь нет никаких секретов это происходило с разными людьми в разные времена но опять-таки хочу подчеркнуть что команду всеми силовики предвыборные списки единой россии парламентских партий утверждают силовики силовики управляет судами силовики управляют выборным процессом силовики управляет даже и внешней политикой поэтому а те люди которые на мой взгляд это вот мое такое оценочное суждение те кто условно там бывшие либералы системные либералы которые вынуждены играть по этим правилам мне такое ощущение что я не чувствуется некомфортно в этой ситуации потому что из истории же мы все прекрасно знаем что сначала ты как вот в мультике ну погоди помните когда волк на катке сначала ехал за с горки спускался за зайцем да потом не справился с управлениями каток уже едет за ним в истории нашей страны из истории нашей страны мы прекрасно понимаем что этот каток потом переедет тех кто думает что он еще на катке я уже не помню какой это был съезд партии в тридцать четвертом кажется году до 82 процента если сейчас вот но может быть я немного путаю цифр на порядок победителей 82 кажется процента членов президиума были репрессированы многие расстреляны и половина членов центрального совета этого съезда победители были репрессированы поэтому те кто сегодня считает что на катке вот это репрессивная машина да а сам за туда и попадет и у нас это уже люди понимают вылеток потому что самая опасная профессия недавно делала у себя на youtube канале ролик по этому поводу самая опасная профессия в россии это мэр и губернатор каждый седьмой мэр по статистике за последние 10 лет статистика сядет каждый девятый губернатор сядет неважно лояльный он путину нелояльные но они все лояльные конечно вот пензенский губернатор который сейчас находится в сизо и бывший сенатор фамилия у меня вылетела сенатора который тоже находится в сизо это вот были два шутка самых лояльных путину человеку сенатор боролся с нкао активно а когда он оказался всего в сизо единственный кому он оказался нужен это правозащитник из как раз негосударственной организации и тот же пензенский губернатор рисовал единой россии и паутина самые высокие результаты на выборах вот а сейчас сидит и надо понимать что это не борьба с коррупцией это просто борьба бульдогов под ковром и ты не понимаешь за что тебя могут посадить потому что воруют они все вот а кому они там перебежали дорогу или перебегут в какой-то момент они уже не понимают из правил нету для наших или так что ситуация тревожная не только для общества да ну и для тех кто себя считает элитами а дмитрий мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу вы не отключайтесь и мы продолжим нашу интересную беседу мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий мы продолжаем очень интересную беседу с российским политикам общественным деятелем дмитрием гудком дмитрий вы с нами дмитрий а как вы относитесь к борису ельцину и как вы считаете вот его выбор владимира путина в лице преемника вообще систему вот это преемничество как она это хорошо было на тот момент или плохо как вообще вот вы к этому относитесь ну вообще ситуация когда в стране один избиратель явно нездоровая когда один избиратель назначает по сути преемника это моим попахивает очень чем-то нехорошим поэтому да наверное если бы преемником был борис немцов страна бы как пошла по другому пути но тем не менее нормальная демократия предполагает что все таки все граждане страны принимает активное участие в выборах конечно ничего хорошего в этом не было и ничего хорошего не было в расстреле парламента вода был период когда проводились реформы с большими серьезными ошибками но тем не менее некоторые вещи были к сделаны правильно тоже нефтянка которая появилась энергетика которая появилась благодаря реформам и когда цены на нефть уже когда пришел путин подскочили все-таки стране появились какие-то деньги и почему например многие до сих пор продолжают поддерживать путина потому что они помнят какая у нас социалка была до его прихода какая после но к сожалению многие просто не связывают это с ростом цен на нефть если например взять 90 это средняя цена на нефть составляла 12 долларов за баррель денег не хватало на выплаты пенсии на всякие разные пособия когда пришел путин 20 долларов за баррель вот сразу первый год 20 долларов за баррель дошла по моему до 132 долларов за баррель из до сих пор сейчас сколько там 70 чуть-чуть упала то есть благодаря тому что появились серьезные компании новые технологии и так далее страна стала добывать ресурсы продавать но опять таки это тоже конечно привело к тому что у нас появилась вот эти последствия так называемой голландской болезни когда кроме нефтянки энергетики но мало чего развивать так что конечно же когда стране один избиратель я это никак не могу поддержать и сейчас нашей стране также один избирать один избиратель один президент уже 20 лет у меня уже . 21 год исполнилась она ни дня не прожила без путина во главе страны дмитрий позавчера и жизни ушел сергей адамович ковалев гуру политики либеральной политики нового времени россии вы разместили я читал ваш пост на эхо москвы и то что сергей адамович участвовал в написании новой конституции там было многое о выборах как бы надежды у него такие были вот вам не кажется что многое что он сделал она просто сегодня смотрится как бы ну оксюмарон такой знаете вот он старался жизнь его было он делал а в результате мы видим сегодня вот то что мы видим в россии вам не кажется что как-то все было зря что как-то грустно смотрится в этом смысле его жизнь папа послед вот в таком смысле ну во первых конечно грустно во вторых конечно не зря вопроса наверно в этом зря или нет да конечно конечно не зря потому что вот например мое поколение помнит еще нормальные выборы мое поколение помнит еще состязательность парламенте даже я помню это хотя когда мне было 21 год это была уже какая третий получается дума вот там уже все незамечательно мягко говоря было но тем не менее я помню время когда депутаты не знали будет ли принят тот или иной закон когда была дискуссия были какие программы там эфиры дебаты вот это все было не зря потому что несколько поколений увидели альтернативу диктатуре альтернативу тоталитарным авторитарным режим вот и по и страну новое поколение люди уже ровесники моей дочери к тем кому сейчас 18 20 25 лет это люди которые точно не не готовы будут жить в авторитарном режиме и будут делать все чтобы его поменять так что не зря конечно 70 лет диктатуры до этого там монархия и так далее очень сложно перейти на быстро очень и на демократические рельсы и так чтобы большинство граждан почувствовали себя как это правильно принято говорить в америке бенефицарами да да вот просто не в россии мало кто это слово норм правильно воспринимает вот а у нас сожалению когда проходили реформы денег было стране мало не стоило там копейки и вот эти люди большинство людей нашей страны которые очень надеялись на изменение ситуации на перемены ходили что они в результате этих перемен проиграли да там по разным объективным но и субъективным в том числе фактор вот поэтому было разочарование в демократии либерализм и так далее на самом деле по сути не жили при нормальной демократии потому что же в девяносто шестом году и он с третьим расстреляли парламент девяносто шестом тоже выборы прошли негладко президентские вот потом был преемник вместо нормального на избранного народом президента вот но мне кажется что все равно впереди несмотря на то что сейчас в стране действительно прям вот ну конечно не дни 37 год да но назовем это 37 год light такой поправки на время и на то что мы все-таки живем 21 веке но тем не менее репрессии уже ну по сути носят массовый характер я думаю что долго такой режим не сможет просуществовать это но в любом случае это ними не 20 не 30 не 40 лет да это может быть 57 лет но мне кажется тоже финальная стадия в любом случае я верю в то что будет разворот в сторону цивилизации до россии я считаю все-таки это страна которая даже заслуженно должна занимать ну по крайней мере достойное место в мировой цивилизации мировой экономики у нас есть все для этого на самом деле вы знаете я вот сейчас был в некоторых европейских странах и здесь уже есть такое понятие как московский сервис я был очень удивлен то есть если вы помните когда-то в москве был в россии было такое понятие евро ремонт да да конечно обычно обычный ремонт это хреновый ремонт а евро это что-то такое современное так вот на кипре в болгарии там а в черногории так далее появился новый термин московский сервис который говорит о качестве вот это первое что хочу сказать второе на самом деле сейчас то чем я хотел бы заняться это инвентаризации зарубежной россии то есть огромное количество людей уехал нобелевские лауреаты ученые предприниматели почему очень много успешных людей очень много я считаю что зарубежная россия это одна из многочисленных влиятельных и даже богатых в мире так вот это тот самый человеческий капитал без которого просто россии не сможет быть успешным в будущем я имею ввиду россии после путина и мне кажется что этих людей нужно сейчас объединить нужно сейчас инвентаризировать этот потенциал нужно продемонстрировать что россия действительно потеряла что это люди на самом деле патриоты они уехали не потому что они ищут гражданство новый ли вид на жительство они уехали потому что не смогли реализовать себя в нашей стране потому что кому-то грозили уголовные дела кого-то забрали собственность кому-то не дали возможность сделать нормальный бизнес кого-то уволили из университета за взгляды и так далее на самом деле это те люди которые в будущем могут составить вот это ядро движение к переменам и мне кажется это очень важно понимать и у россии большой потенциал я в это верю и мне кажется что там лет через десять ситуация очень сильно поменять дмитрий кстати мы вашу веру очень хорошо поддерживаем мы понимаем что это было бы правильно по отношению к такому большому государству с такой интересной историей григорий явлин для большинства я вы еще добавили вот на самом деле когда у граждан нашей страны была возможность свободного выбора там какой 905 очередительное собрание 90-е то граждане россии выбирали нашей страны выбирали демократию всегда про сейчас этого выбора лишили на самом деле вышла наверняка обсуждали себя в программе книжка американских ученых от же могла роббинсона войны почему одни страны богатые другие бедные сейчас у них вышел вторая книжка узкий коридор такие бестселлеры так вот нету не нету обреченных наций они разбирают массы примеров даже там самый простой в северной и южной кореи просто в одной стране были нормальные институты а другой там диктатура в одной стране были стимулы для конкуренции политики в экономике и вот две страны которые там за 60 до сколько 70 лет прошли совершенно пошли по разному пути и достигли разных результатов то же самое там город на галис на границе мексики сша где там стена проходит по центру города есть кадры как люди там волейбол через границу играют вот с одной стороны все замечательно с другой стороны не очень поэтому все зависит от от удачи на самом деле да потому что каким-то странам просто не повезло вот зависит от наличия институтов я имею ввиду независимый парламент независимой судебной власть чтобы власть не была монополизирована в одних руках и тогда при конкуренции классе начинает переходить нелояльные и неэффективные да наоборот лучше и мне кажется если в россии создать нормальные институты если в россии создать нормальный стимул для развития то многие вернутся многие готовы будут создавать новые направления в бизнесе вот например одно из направлений которым могло бы просто стать локомотивом российской экономики это частная космонавтика и на самом деле в россии был свой илон маск михаил кокорич который с илоном маском работал который производил спутники частные вот эти маленькие спутники вот ну выдавили страны потому что нас монополия роскосмоса вот и сейчас в европе создает один из просто крутейших проектов связанных с гражданской авиации в общем я сейчас не хочу даже вдаваться в подробности просто частные космонавтика спутники ты рынок геолокации да вот а если почитать то что там недавно основатель amazon написал то вообще космос это просто вот будущее мировой экономики ресурсов и так далее это вот то чем просто россия обязана заниматься с учетом ну просто истории отечественной космонавтики с учетом кадров ресурсов и вообще нацеленность граждан которые там я вспомню себя в детстве мы мечтали кем стать космонавтами поэтому конечно это бы направление люди с удовольствием бы поддерживали у нас база еще вот я сейчас конечно детали немножко ушел то есть есть люди которые могли бы вернуться и могли бы развивать российскую экономику так чтобы развивалась в интересах граждан в интересах страны они отдельных чиновников которые все набивают карманы а потом деньги вывозят из страны как это сейчас происходит а дмитрий григорий явлинский очень резко выступил против алексея навального точнее против его сторонников и это вызвало такой в либеральной общественности довольно серьезный скандал и по отношению к явлинскому по отношению к его высказывания как вы относитесь вот к тому что он перед выборами сделав сказав чтобы сторонники навального не поддерживали яблоко партию яблоко у меня только от этого грустно потому что это во первых на мой взгляд очень серьезно бьет по перспективам не только яблоко в целом но и кандидатов которые выдвигаются от партии яблок но я сейчас не хочу уходить прямо в критику какую-то да пусть люди по крайней мере там достойные кандидаты которые сегодня участвуют в выборах пусть они все-таки попробуют победить хотя бы в некоторых округах но моя позиция очень простая если человек сидит тюрьме то какие бы не были у тебя с ним разногласия он политзаключенный ты должен все делать для того чтобы его защищать и поддерживать поэтому я лично выходил на акции поддержку алексея навального и других политзаключенных собственно это и стало причиной из-за чего меня решили не пусть не пускать на выборы возбудить уголовно сфабриковать уголовное дело против меня и против моей тети вот но тем не менее в этой ситуации не зависит не вне зависимости от разногласия всегда нужно выступать за защиту политзаключенных а дмитрий в этом свете вам не кажется вообще что есть такая инертность российского народа вот последнее время вообще не видно никаких акций протеста ничего как бы все тихо люди недовольны но это перешло как бы на кухню как это было в советское время я бы так сказал конечно сейчас протестная активность находится на серьезном спаде вот но протест же это ведь не рутина какая-то да это вот волнообразный такой процесс протест был серьезным 2019 году из-за выборов московскую городскую думу до этого был было в разное время там в одиннадцатом во времена болотные проспекты сахарова когда там больше ста тысяч человек выходила только в москве то есть да сейчас сейчас наверно такая яма люди деморализованы многие запуганы но это не означает что это надолго потому что у нас семь лет подряд уже снижается уровень благосостояния наверно очень важно сейчас сказать для аудитории вашего радио знаете какая пенсия средняя в нашей стране нет хотели бы узнать меньше 200 долларов ну что вы просто понимали меньше 200 долларов средний зарплатам как они называют там порядка 30 тысяч рублей это меньше ну наверно порядка 400 долларов по стране до в москве наверно она выше вот и это богатая страна которая владеет огромными запасами ресурсов нефти газа когда поэтому если там кто-то слушать раши туда или какие-то наши пропагандистские каналы вот вы просто задумайтесь над этими цифрами а я уже не говорю о том что в россии погибает каждый день от корида ну там больше 700 человек это больше чем в соединенных штатах америки это больше чем ну против меня там каких в индии по-моему больше поэтому система здравоохранения только в москве на хорошем уровне у нас не москва богатый город понятное дело а в других городах а там она уже на уровне наверно каких-нибудь там даже не развивающихся стран даже хуже вот цены и собрать там москве они выше чем берлине выше чем ну во многих как на уровне европейских городов вода провинции наверное по помимо ниже цена да ну там и зарплаты значительно ниже поэтому в этой ситуации когда семь лет подряд цены растут и зарплаты снижаются когда нет никаких перспектив когда-то ни на что не может повлиять не на выбора и даже не может остановить какую там строительство свалки под окнами ты не можешь спасать спасать там лес свой водоем ты не можешь бороться с точечными застройками потому что выход на одиночный пикет ты получаешь просто за выход на одиночный пикет сразу 15 суток вот второй раз ты получаешь 30 суток вот третий раз ты можешь просто получить реальный тюремный срок за подадинской так называемой статье потому что у нас есть такой закон если ты тут три раза у тебя административных протоколов то после этого возбуждается уголовное дело и ты можешь получить до 5 лет тюрьмы просто как вы думаете если там в чикаго нью-йорке вы решите с чем-то не согласиться и выйти на какой-либо протест ну что с вами там произойдет особо ничего ничего надо особо ничего более того у нас уже силовики издеваются над людьми просто задерживают люди выходят из дома допустим они участники каких-то протестных акций силовикам нужно заработать звездочки на погона не хватает человека вот казалось бы за что он не участвует митинге в пикете они просто составляют протокол за оказание сопротивления полиции ты получаешь 15 суток а потом покаруселит тебя выпустили на следующий день схватили еще на 15 суток задерживать девушек уже вот пусть и рает которые никаких акций протеста не участвовали они просто выходят 15 суток и выходят 15 суток просто таким образом людей активных выдавливают из страны вот и в этих условиях все равно протест рано или поздно проявит себя потому что невозможно нагревать постоянно котел закрыть люк и не давать возможность пару выходить оттуда рано или поздно все равно сорвет крышку рано или поздно рванет что станет триггером что станет причина непонятно это на самом деле не то чтобы я этого очень хотел я на самом деле сторонник нормальной парламентской цивилизованной борьбы я бы хотел дискутировать о реформах парламенте они там на улице бороться с полицией там устраивать какие-то драки так далее но власть просто не дает возможности людям выборах участвовать на митинге ходить ну а что остается просто невозможно либо всех тогда расстрелять активных людей вот либо ну как то идти на какой-то компромисс обществом наши стадии делалось ни того ни другого это все равно рано или поздно приведет но каким-то таро трагическим последствиям невозможно людям все время врать невозможно все время воровать невозможно все время понижать до их качество их жизни ухудшать а это искусственно создается на там постоянно со всем миром в конфликте находятся страна причем на ровном месте смотрите что сейчас пропаганда устроила из-за там неправильного судейства на олимпиаде но хорошо нападайте там хоть комиссию о спорте там есть всякие разные процессы но просто оскорблять там трансгендеров оскорблять судей причем там всех стран на ровном месте буквально даже если несправедливо судейство даже если вы не согласны но вы хотя бы делать это в какой-то цивилизованном формате они так прямо когда там уже просто ну как будто не дипломаты у нас не знаю там какие-то невоспитанные люди сулит я уже не говорю там про украину там про постоянные там теракты за рубежом который организуется отравление навального там потом отравление скрипалей когда это все просто вот выплывает наружу и мы на ровном месте там теряем например чехию как союзника с которым были отличные отношения выстроены да там был самый пророссийская страна в европе чехия нет взорвали склад что-то там организовали там вот этот теракт в результате погиб гражданин чехии все в итоге чеки высылает наших дипломат ну вот понимаете вот но нет никакого здравого смысла в том что делает пласть я даже разговаривал с некоторыми своими бывшими коллегами которые там когда-то были провластными депутатами они мне говорят что у нас главная претензии к путину даже не в том что там он авторитарный лидер бывает просвещенные монархи там бывает когда это делается ради там развити еще чего-то хотя я в любом случае не сторонник никакого авторитарного устройства да ну вот а тут ради чего удержание власти ради чего репрессия ради чего конфликты на ровном месте со всеми странами мира ради чего какая великая цель мы что там развиваем экономику мы делаем людей богатыми счастливыми нет это же ничего этого не происходит и в этом и основная претензия многих людей к режиму путина в том что вообще ничего не происходит стране ничего нового не появляется да там и если появляется тут как правило не благодаря режима вопреки а кстати дмитрий а вот одна из целей нашего интервью с вами это то что такие пропагандистские каналы как начисто раша судей программы 60 минут соловьев и очень многие другие в наши общине я имею ввиду общую американскую общину русскоязычную очень активно смотрят естественно не получают информацию вот именно от этих пропагандистов поэтому мы решили с вами побеседовать чтобы иметь абсолютно другой взгляд на то что в россии происходит у нас остается буквально минута а владимир путин вот если можете коротко ответить владимир путин почему до сих пор у него лично а довольно высокая поддержка в обществе ну во первых или раз я ошибаюсь я считаю что это не бесспорный факт потому что независимые социологические центры типа там левада центра говорят о доверии в районе 31 процента но вы должны понимать что в авторитарной стране где треть опять таки это тоже говорят социологи не говорят правду боятся просто запуганы то вы еще это делите даже но даже если 30 процентов 30 процентов демократической стране это высокий рейтинг а 30 процентов авторитарной стране это низкий рейтинг потому что ну это гнать как в советском союзе помните были автоматы где газированная вода копейка там до сладкая 3 копейки вот если бы померить рейтинг какой рейтинг был у этой газировки когда нет больше ничего под сто процентов но как только появляется нормальная конкуренция да появляются другие напитки все это рейтинг этого рейтинга ничего не остается поэтому путин имеет такой рейтинг потому что он конкурирует вечно с джугановым с мироновым жириновским и вот мне 41 год а я помню в школе учился в начальной школе я помню как жириновский зюгановым дебатировать дебатировал не изменилось на фоне жириновского и зюганова но не сложно иметь рейтинг 30 40 и 50 процентов но как только там появляются другие фигуры то все рейтинг обваливается сразу дмитрий я вынужден вас прервать к сожалению огромное вам спасибо за это интервью наше время вышло и мы надеемся еще с вами побеседовать огромное вам спасибо желаемому удачи и всего самого наилучшего свидания до свидания